Вот вам и нежданчик. Пока вовсю в Китае проходит закрытый бета-тест нового Need for Speed Assemble, или сейчас на самом деле он в Китае будет по-другому называться, есть определенные утечки, но на глобальный рынок он вроде бы как должен выйти как Need for Speed Assemble. И карта будет там из хита и многое-многое другое. Я уже снимал несколько обзорных роликов, так что можете глянуть. А сегодня мы посмотрим на киберпанковую обнову в Need for Speed No Limits. Ну и конечно же пройду я очередной ивент, который в данном случае посвящен Астону Мартину Вальхала, это концепт-кар. Посмотрим, что привнесли новые ребята из Fire Monkeys. Да, Шон, к сожалению, сейчас там не виден уже. Раньше спойлер-алертс выходили как раз-таки с ним, видимо Шон уволился. И туда пришли какие-то новые молодые ребята. Кто давно на меня подписан, знает о каком Шоне я говорю. Да, пройдем мы сегодня как раз-таки вот этот ивент, который преобразил немного Blackreach. Появились, конечно же, новые лица, но в целом как бы геймплей-то не сильно изменился. И посмотрим, кстати, как будут еще дела обстоять у игры во время релиза как раз-таки нового Need for Speed'а. Дата выхода которого пока еще никому неизвестна, но я думаю, что это состоится в этом году. Вроде бы как ходят слухи, что в апреле должен состояться релиз в Китае. Ты че меня обгонишь, что ли, Volkswagen офигел? А вот глобалка еще пока неизвестна, когда выйдет. Плюс у нас также Racing Master все еще находится только в Китае и в Тайване. Я вот, например, рублюсь только в тайваньскую версию. У меня там уже много чего прокачано, но я все-таки в нее редко играю. Если вы не понимаете, о чем я говорю, предыдущие ролики, как говорится, вам в помощь. А вот теперь мы посмотрим на изменившийся визуал Блэк Риджа и появился вот этот генеральный директор Уайт Фокс. О, мисс Мэгги, выходи из машины и возвращайся к работе с мэром. Отвали от нее, тут, короче, видите, какая перепалочка идет. И, как вы уже заметили, у нас немного преобразилась карта, добавилось больше всякого неона, конечно же, копы. Надо было их, кстати, расфигачить. Появились дроны, которые я так и не понял, что делают. Они как будто бы ставят какое-то заграждение, но это заграждение не особо работает. Так, ты офигел? Давай-ка мы тебя развалим немножечко. Вот видите, мы проезжаем, как будто бы дрон срабатывает. Эх, во, минус одна тачка есть. Как раз я не буду повторно проезжать. Визуал, конечно, в игре неплохой и я тестировал очень много бюджетных аппаратов. Везде вот этот вот Need for Speed идет более-менее нормально. Да, на каких-то бюджетниках не очень графон выглядит, есть лесенки. Но, по крайней мере, что я заметил, на медиатеке колеса в игре не квадратные. И вот, когда, к примеру, выйдет новый Need for Speed Mobile или Assemble, посмотрим, как будут дела обстоять с оптимизацией на слабых устройствах. А она, может быть, не очень. На самом деле, хорошая. Это мы все будем обязательно смотреть, изучать. И не забывайте, кстати, подписываться на мой телеграм-канал. Там значительно больше сейчас новостей выходит по новому Need for Speed, так как я, к сожалению, не в Китае нахожусь. У меня нету аккаунта QQ, а именно владельцы таких аккаунтов могли как раз-таки принять участие в закрытом бета-тестировании. Вот, я стараюсь делиться там из запрещенных, так скажем, соцсетей в Российской Федерации всякими видосиками, трейлерами. Там очень много, на самом деле, я сейчас постчу всякой инфы касаемо нового Need for Speed'а, да и вообще различных мобильных релизов. Так что подписывайтесь, не стесняйтесь, но сразу информация для молодой аудитории. Читайте правила сообщества, чтобы у вас не было такой ситуации, а за что меня забанили навсегда? Вот, чтобы такого не было, обязательно прочитайте правила моего канала и следуйте им. Если вас они не устроят, ничего страшного, вы можете просто не подписываться на канал, но как бы новостей и прочего добра там значительно выходит больше. Итак, значит, прокачиваем мы Эбу, посмотрим, насколько вырастет статы моего автомобиля. Мне 868, нужно 870, насколько я знаю, и не факт, что я смогу это количество накопить. Но у нас есть дополнительная, как минимум, одна попытка для того, чтобы где-то что-то нафармить. А также, если вы вдруг не знаете до сих пор, как проходить эти ивенты, то у меня есть уже давным-давно несколько гайдов по Need for Speed No Limits. И на самом деле я в нее сейчас очень редко играю. Почему вот вернулся? Потому что вот вышел этот киберпанковый Black Ridge. Немножечко изменили его внешний вид. Простите, пожалуйста, я сейчас походу всру и не успею догнать нашего первенца. Да, визуал стал более реально киберпанковый. Вот эти вот дроны, конечно же, дают эту атмосферу, а также очень много неона. И я... Да, я встрал эту гонку. Сейчас мы повторно будем прогонять. Ну, хотя бы подрифтил и зайдем обязательно в магазин событий. И я там посмотрю, что можно прикупить, чтобы немножечко прокачать еще лучше свою тачку и добить ее до 870 RP. Так, все, сейчас мы поменьше дрифтим, чтобы эту барышню или кто там у нас, Фокс, едет. Вот, непонятно, что этот дрон делает. Я думал, что, может быть, он как-то скорость нам сбивает или еще что-то происходит. Но ничего подобного, как бы, нету. Он никак не влияет на гонку. Просто дает атмосферу вот этого самого киберпанка. И все, он как будто бы скорость может отслеживать. Насколько я превысил ее, непонятно. Так, значит, колесо мы получили. Сейчас нужно очень внимательно распределять свои ресурсы, чтобы не просрать ничего. Сейчас мы, значит, здесь устанавливаем 869. И дальше, конечно бы, в идеале нужно смотреть либо турбо, что мы можем прокачать, либо, например, двигатель, что у нас здесь есть. Вот, например, эту деталь мы можем добыть в 7, 6 и 5 главе. Давайте, наверное, отправимся в 6 главу. И вот здесь вот прокатимся. За 34 секунды нужно успеть. И дальше у меня закончится топливо, и мне где-то его надо будет добывать. А добывать я тоже покажу, как это все делается. Как, например, у меня остается мало времени, но золото оно реально спасает в такие ситуации. Так, сейчас мы ЭБУ вот так вот пропустим. Тихо-тихо-тихо. И еще будет ЭБУ. Скорее всего, еще один выстрел они для меня оставили. Сейчас главное не торопиться. Да, вот прям перед финишем так. Хоба! Все нормально. Все выполнили, и, конечно, классно будет сейчас необходимую деталь с первого раза же открыть. Но тут у нас как бы таинственный приз, поэтому это может и не получиться. Ну, давай попробуем в середочке. А фигу тебе, вот валюты мы тебе дадим. Хорошо. Мы заходим в магазин. Смотрим, двигатель здесь как раз эта деталь продается. Заходим в гаражик. Берем и устанавливаем эту деталь. И смотрите, у меня 870. Этого как раз-таки достаточно для того, чтобы пройти последнее вот это 16-е событие в ивенте. Час-пик. Но золото у меня, видите, закончилось. То есть я не могу купить себе полный баг, и мне нужно 90 золотых. У меня всего 74. Что я обычно делаю? Я захожу в игру, моносерию, выбираю здесь, например, вот Авангард. Одна из новых моносерий, которые добавили. И тут мы возьмем, например, вот поганку Чинкуая или Чинка. Не помню, как она правильно называется. И сейчас как раз-таки с помощью проезда этого трека я смогу заработать 90 золотых. И да, потрачу их, к сожалению, на не то, чтобы мне хотелось. На топливо. Но зато пройду ивент и заберу долгожданный автомобиль. Золото я особо не копил, особо не парился. Сейчас по игре очень много новых автомобилей у меня не открыто, потому что очень давно я сказал, что все. Мое терпение закончилось. Я жду новый Need for Speed Assemble. Кто так же, обязательно ставьте большой палец вверх. Ну и ставьте большой палец вверх, если вы до сих пор как бы рубитесь и не паритесь, то что да, это уже превращается игра больше в коллекционирование автомобилей, нежели вы испытываете какой-то прям кайф от игрового процесса. У меня вот такого уже здесь, увы, нету. Итак, возвращаемся, значит, в ивент. Мы, кстати, и в новом ивенте сегодня прокатимся. Покупаю билеты. Я надеюсь, мне один раз будет достаточно проехать, чтобы забрать данный автомобиль. Будем мы гонять как раз-таки с Фоксом и по киберпанковому городу. Вот на самом деле разработчики могут сыграть на том, что игра может быть до сих пор актуальна. И даже после выхода Need for Speed Mobile нового от Tencent Games в No Limits все еще будут люди играть, потому что уже коллекция автомобилей хорошая накоплена. А кто-то еще принципиально такой, я не уйду из этой игры, у меня здесь много авто. Ну вот смотрите, я всрал, я всрал. Хорошо, что у меня есть в запасе еще несколько попыток. Так вот, кто-то в принципе не хочет выходить из игры, потому что у них уже большой гараж, и они, например, собирают все новые автомобили, и как бы им пофигу. В России сейчас, насколько я знаю, прекращена возможность доната. Да и как бы сколько я гайдов сделал, здесь все тачки можно забирать спокойно, без вливания бабла. Разве что один автомобиль, с которым до сих пор есть определенные проблемы, это BMW M3 GTR. Там действительно сложный ивент на нее. Да слышь, вас тут что-то разъездилось очень много. Так, чувак врезался? Чувак врезался, значит я сейчас... Вау! И может быть даже вот так вот сделаю сейчас перед финишем. Красиво копы мы разнесли. Отлично. Да, визуал немножечко изменился, но опять же, блин, ничего нового, ничего нового. Я устал уже ругать на самом деле игру, и вот сменились вроде люди в игре, пришли более свежие, более новые, пытаются вдохнуть жизнь. Но тяжело вдохнуть жизнь в практически мертвый проект, который уже устарел. Тупо по многим моментам. Как в игровом процессе он слаб, уже тот же Car X3 намного круче, но, блин, там с оптимизацией есть проблема. И все же ждем новый Need for Speed Mobile, что он нам предложит. А там он предлагает открытый мир, различные погодные эффекты и многое другое добро. В конечных заставках я для вас оставлю видос, где как раз таки мы на это все смотрели. Итак, забираем награды. Конечно же, автомобиль мне дадут, насколько я помню, на 5 звезд. Давайте посмотрим. Aston Martin, 5 звезд, 864 RP у нее. И сразу отправляемся в новый ивент, где у нас будет использоваться Бэха. И вот Джоан какая-то появилась. Я уже забыл, на самом деле, многих Маркуса Кинга, разве что не забыл. Это самый главный злодей в самом начале был. Итак, вот она, BMW i8. Неплохой, кстати, автомобиль. В девятом асфальте я периодически на ней гоняю. Мне она визуально нравится. Может быть, даже заберу. Магазин Bravo. Появилась, кстати, вот какая-то справка. А, ну это обучение. Облучение нам не нужно. Сейчас мы прокатимся. Есть тут режим, кстати, перехватчик. И это где мы играем с закопа. И это, наверное, больше всего мне интересно. Это добавилось совсем недавно. Но, да, вот я вроде бы и ругал разработчиков. Но все-таки они вот пытаются какие-то новые механики привнести. Но дело в том, что движок, скорее всего, у игры Need for Speed No Limits очень старый. И что-то сюда добавить реально крутое новое будет тяжеловато. Давайте мы прямо на старте этот корветик сделаем аккуратненько. Вот любопытно, к какому классу авто это Бэха относится. К суперкарам или спорткарам? Или, может быть, вообще уличные? Я на RP, кстати, не посмотрел. По RP будет понятнее. Итак, мы, конечно же, все выполнили. Да, RP у нее низкая. Скорее всего, она относится к какому-нибудь уличному классу. Блин, вот зачем разработчики убрали автосалон? В автосалоне можно было посмотреть и к какому классу авто относится. И просто на внешний вид его посмотреть. Зачем-то они, короче, автосалон убрали. Ну, ладно. Посмотрим. Может быть, проект будет дальше как-то развиваться. По крайней мере, они сейчас не снижают планку. То есть, каждое обновление No Limits, это три новых авто. Какие-то визуальные изменения, какие-то винильчики добавляют. Но, в принципе, и все. То есть, ничем кардинально новым они нас, увы, не радуют. Это вот, опять же, киберпанковая вот эта обнова, на мой взгляд. Я лишь из-за этого решил проходить ивент на Астон Мартин Вальхалла. И вот, наверное, новый режим с копами, о котором я вам уже давным-давно тоже рассказывал. Это не первое событие с режимом преследования. Итак, вот у нас перехватчик. И здесь уже Бэха у нас с визуалом коповской тачки. 415 пиар. Вот так вот все начинается. И мы такие, ох, ну все, погнали. Будем перехватывать. Играем за полицию. Так, что у нас здесь? Какие задания? Давайте посмотрим. Усиленный кузов, это я понял. Так, задержать нужно 2. Я понял, я понял. Чтобы тормозить, у нас теперь механика добавилась. Одновременно нажимаем слева и справа. Разбивать, конечно же, нужно просто вот так вот. Эх. И побег. Смотрите, очень длинная трасса. Одна, кстати, из самых длинных. Давайте мы сначала вот этого первенца. Да я понял про торможение, понял. Но я сначала вот этого хочу разбить. Отлично, разбит. Вот, сзади, видите, у нас еще есть... Теперь зеркало заднего вида. Тормозим. Оп. Давай, давай, давай. Тормозим. Тормозим. Сколько у тебя там осталось? Отлично. Вот и развален. Очередной преступник этот, гонщик. Уличный. Так, отлично. Громилу и кого-то еще мы развалили. Получили 1400. Все зашибись. Вот такой вот появился новый режим в Need for Speed No Limits. Прикольный как бы. Для кого-то даже нового. Плюс, конечно же, все вот эти вот материалы обновили. Чисто визуал. И многие могут запутаться, если будут смотреть там старый гайд. Они не будут понимать, типа, блин, чувак, ты говоришь про какую-то деталь, а ее сейчас уже в игре нет, потому что ее визуально обновили. Да, есть такой момент неприятный для кого-то. Слушайте, судя опять же по ERP, скорее всего она к уличным относится. Я сомневаюсь, что к каким-то спорткарам. Давайте еще одну последнюю гоночку с преследованием. И я завершу данный ролик. Ну а вы пишите в комментариях, почему до сих пор играете в Need for Speed No Limits. Почему не бросаете игру, так скажем. Почему вам она нравится. Врезаться сзади. Один раз нужно. Давайте так, хоп. 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 То есть есть задания еще вот такие. Нихухры-мухры, как говорится. Врезались, все. Теперь вот так вот. Сейчас, подожди, подожди. Я еще вот... Блин. Этого не сбил, этого не сбил. Сейчас сначала ламбу догоним. Ну прикольно, как бы. Зеркало заднего вида появилось. Это хорошо. И второй в него же врезался. Четко, четко. Что ж, народ. На этом я, пожалуй, завершу данный ролик. Если он вам понравился, не забывайте ставить большие пальцы вверх. Также не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там значительно больше новостей. Выходит как по Need for Speed Mobile, так и по другим мобильным играм. На этом у меня все. С вами был по-прежнему Flickr, мобильный геймер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok